приветствую всех кто еще посмотрели это видео с вами николай большим город омск кто смотрит видео кто не смотрит видео кто не смотрит тот пожалеет сейчас 2019 год и вот друзья мои что хотел вам сказать что наконец-то фейхуа добралась до города омска раньше мы всегда фейхуа привозили варенье с юбы с краснодара потому что это так называемый фрукт да он произрастает в тропе субтропики тропики но это типа сочи да вот большие небольшие случаи конкретно сочи где субтропики тоже где топси там уже не тропики вот и где такой субтропический климат такое влажно такой вот там вот фейхуа это произрастает вот чем хорош этот фрукт то есть я не знаю кем там кустарником относятся нам какие-то мертвым реки то я не знаю вот но чем хорош так фрукт что значит он в нем много йода я где-то смотрел в интернете ну да давненько уже было не готовился честно говоря не готов к этой съемке просто фейхуа сейчас появилась вот поэтому я говорю при какой там болезни нельзя то что много и в этом фрукте очень много йода и типа нельзя вот я не знаю какая там болезнь но в общем очень полезный фрукт мне много там всяких витаминов это чуть ли не самый такой в котором есть самый лучший в год витаминный мультифрукт вот такой котором есть все и особенно много йода и поэтому вот он таким вот образом вот сейчас может назад я когда собирался мыть еще разрезал вот выступает коричневый это это йод также этот фруктик является слабительным так что смотрите если покушаете этот фруктик потом главное что был то ли отрядом не не успеете добежать и как засмотрите чтобы не было проблем или много просто не ешьте а в меру как говорится вот что еще можно сказать эту фруктику нашел на еще таким является как сказать очищающим таким средством то есть вот если эту кожуру и и можно срезать мы на юге от раньше но делали в общем короче то что вы делали не будучи просто можно эту кожуру срезать так тут тонко срезать и заваривать чай вот и для вашего организма это будет очень хорошо из него делают фэйхуа фэйхуа делают варенье варят так называемый фэйхуевое варенье да некоторые делают просто в перекрутку я буду делать чтобы все эти витамины сохранились чтобы температурным что температуры все эти витаминчики не уничтожить я буду делать это через мясорубочку метайская мясорубка вот и все это мы мясорубочку соберем и перекрутим просто значит для нам для того чтобы вот я хочу хочу сказать что я не хочу чтобы она была в это варить его я хочу чтобы она просто перекрученная вот как у нас в сибири делают с этого с клюквы просто с сахаром с лимоном перекручивают и все и ставят в холодильник то есть его не нужно там ставить чтобы не заплеснило ничего а просто ставят в холодильнике всю эту баночку сколько она перекрутили сделали съели баночку еще это клюквы замороженные так также с фэйхуа но фэйхуа маленько посложнее потому что он порчащийся такой продукт фрукт и его хранить будем говорить сильно долго нам невозможно и что вы не сказать что и наконец-то в город омск в декабре месяц декабря но в конце ноября до раньше такого нас не было в омске этот фрукт добрался до нас я фэйхуа очень обожаю по вкусу что друзья мы хочу сказать вам что если никогда его никто не пробовал не не кушал я вам хочу сказать что он будет на вкус как он как типа вот знаете как будто варя варенье да как будто им маленько забродила такую как будто нам вот такой привкус у него будет даже когда вы вот вы даже когда раньше вы на юге покупали участников покупали это варенье покупали в магазине фирму в магнитах покупали но и на базарах тоже подавал фирменных таких банков и хуевое варенье это все вот и одно вот у него всегда такую привкус такого знаете маленько забрать как будто маленько забродила но это да как консистенция внутренности таких у него и такого вкуса кому-то этот фрукт напоминает там ананас лепестин мандарин там еще что-то напоминается не например она помогна напоминает просто фэйхуа мне нравится этот фрукт и все я его могу вот и так просто скушать не так он нравится вот это уже помытый на вкус на любителя скажем друзья мои кто-то может не воспринимать кто-то может когда я покупал в магазине маленькие девчонки га зачем вы его берете не грому варенье делать они ой должен не вкусно там все на любителя понимаете что некоторые люди допустим одни не любят сыр с плесенью другие не любят пиво я например люблю каштановый мед он горчинкой я его люблю когда сюгу я всегда покупаю сюда привожу себе каштановый мед нравится мне все вот такой вот фэйхуа мне нравится там сыр с плесенью на это но обожаю пиво я тоже обожаю нужно сочетать приятное с полезным в общем друзья мои что я хотел сказать что фэйхуа очень хороший фрукт и полезно но на любителя на любителя что я сильно не буду вам показывать как я буду там это мы кстати сети нам не поварешки нам не показывает там как они там моют как они доводят цвета тем ну цвета у тебя хотел сказать это ложка в общем соцветивана обрезаю там и буду это часто это все это обрезать мы там все это перекручивать я вкратце быстренько вам покажу значит есть фэйхуа у меня есть килограммчик с чем-то будет килограмм 100 грамм сколько это мог набрать выбирать пришлось потому что маленько уже там были варианты вот и килограмм фэйхуа у меня на этот килограмм фэйхуа я буду примерно вот у меня такой есть сахар русский сахар это не реклама сахара просто называется русский и примерно где-то я насыплю примерно грамм девятьсот девятьсот всю пачку ему насыпать чтобы не хочу сильно чтобы сладким вкус был не повидло а вот именно вот фэйхуа чтобы остался и друзья мы если будете себе такое делать то можете на видосике у кого-то видите там добавляют там какую-нибудь ерунду фэйхуа ничего добавлять не надо ни апельсинов ни лимонов не добавлять ничего тогда вы почувствуете вкус именно этого фрукта это мой вам совет друзья значит что нам понадобится вот килограмм фэйхуа килограмм сахара ну грубо говоря да и мясорубочка чашечка которой мы это все потом сахарком перемешаем и все и потом посмотрим что у нас получится когда все это перекрутим и все сделаем значит что мне осталось мне осталось помыть корешочки обрезать и перекрутить на мясорубочке потом сахаром смешать все и потом сейчас я быстренько помою покручу и посмотрим что у вас получится ну вот друзья короче сахаром не короче осталось вот сколько я весь не стал высыпать сахар высыпался в чашку в мисочку такую нее я значит буду это у раскладывать готовые такую чашечку у нее сейчас перекручивать и помаленечку то скидывать это у меня остались так говорится жопки хреновки всякие обрезки короче которые цвета эту по обрезал все эти сейчас только по обрезал ну помыл по обрезал они уже начали коричневить я вам друзья хочу сказать что это просто кладезь каких-то витаминов будет у вас если вы хоть живую будете кушать такие вот хоть сделайте варенье можно конечно сварить варенье но но если собираетесь его хранить и не в холодильнике где-то другое можно конечно сварить эти будете сразу кушать и я бы конечно тоже сварил но у меня к сожалению нету банок все банки под повидло под яблочные заняты нету просто даже банок его мужики хихуа больше взял бы может быть его варить затем на варенье перекрутили или блендере или на мясорубке вот и все и температуру поставили подогрели начала закипать маленькая ну сахаром естественно сахаром перемешано все уже что было начало только закипать минут пять буквально но что покипела на легком таком слабым кокипение при постоянном помешивании чтобы у вас не получился карамель на все постоянно помешивание и все пять минут проходит и все убираете и свои можете на горячую складывать банки закручивать и чем лучше накрыть пусть они остывают в тепле под каким-нибудь этим полотенцем там или одеялом пусть остывают и потом можете ставить даже не в холодильник куда хотите можно его ставить потому что у него столько дезинфицирующих всяких веществ очень полезных что и слабительных так что друзья мои забыл порезать но сейчас конечно не буду это вот но прежде чем на всякий случай потому что есть варианты что возможно ну вдруг но я принципе все сверху и снизу обрезал в принципе были все хорошие но на всякий случай лучше разрезать прежде чем что у меня уже склюнишь типа тебя не могут обожаю эту фейхуа лучше разрезать пополамчиком ну чё друзья погнали давайте я наверно сильно не буду затягивать это фейхуа как перекручивать в общем я начал крутить конечно блендером будет конечно все это лучше выбить оно не быстренько это все мясорубка конечно долго пока вы мясорубочкой все это накрутите ну что делать нет у меня блендера блендера у меня нет чтобы делать фейхуевое варенье в общем я буду перекручивать 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 не буду что это время затягивать вот в общем я работаю друзья ну и вот друзья мои будем так говорить прошло каких-то 20 минут сначала процесса и все вот я уже маленько разобрал эту мясорубочку и все и будем говорить варенье готово но не варенье как сказать я не знаю как это даже назвать вот в общем все перекручено ни одного фруктика я резал ножичком ни одного фруктика внутри плохого не попалось мне хотя продавцы в магните мне предупредили что но они просто не понимают нара вкуса им показалось что он пропал фрукт на самом деле у него просто капли вкус на любителя вот если его еще варить вот да ну тепловую обработку ему придать то еще добавляют вот мы когда покупали на юге стали в сочи вот там еще добавляют грец фундук мелко-мелко перемолванный так же или в блендере или в мясорубочке добавляют фундук и ну и варят вместе с фундучком тоже какой-то привкус но только фундук больше ничего добавлять не надо а лучше вообще друзья ничего не добавлять не надо просто чисто сахар и фэйхуа и будет у вас хороший фэйхуевое варенье вот так друзья вот короче у меня получилось вот из килограмма вот столько но это еще не перемешивал сейчас я сахарка перемешаю сахарком она маленько настоится я уже не буду ждать когда он все это настоится да и потом накладывать в тарелочку и ой какая она какая вкуснятина я думаю что если вы такое задумаете делать зайти магнит купите там все три штучки попробуйте на вкус нравится или не нравится и вы поймете над вам и тогда это как каштаны допустим да чё за ерунда каштаны картошка какая-то сладкая любителям тут кому что нравится кто-то не любит бастурму да пусть у нас и на перцем посыпаны да я обожаю обожаю бастурму но у нас ее нет в омске она есть на рынке но я не знаю какие цены у нас примерно где-то бастурма стоит 1200 рублей русских килограмм а про фейхуа наверное забыл сказать да я ее позавчера хотел или позавчера хотел купить в магните фейхуа килограмм стоил 150 рублей килограмм но даже не 150 рублей килограмм а в магните был написан 15 рублей за 100 грамм потому что килограмм на люди понимают что что сибиряки этого не буду что у сибиряков есть клюква есть там орешки всякие там кедровые там всякие то есть клюква там всякая морожка хренушка но то есть всяких других кроме фейхуа экзотического продукта у нас всего хватает на экзотический продукт на подумали что люди не будут поэтому сделали 15 рублей за 100 грамм так ценник только выставили и когда я вчера пришел специально пошел смотрю уже ну тринадцать студии бегут не могу ребят вот одну обожаю фейхуа он нравится вот сюда вот 13 рублей за 100 грамм то есть 130 рублей за килограмм фейхуа русских рублях магазине магнит вот я очень благодарен всем этим краснодарцам или кто там я не знаю кто эти магнитики делает и кто присылает нам такие экзотические продукты особенно которые ты любишь бананы есть бананы ну ладно есть там они нужны к ним уже привыкли все это сюда ты не обращай внимание когда их приезжаешь допустим какой-то там опять бастурма лист но это вот фейхуа там да потом вот эти учетом еще у них есть такое экзотическое ну в общем немного таких вот есть некоторые продукты которых нас в сибири нет и не растет уже субтропики нужны вот и поэтому спасибо им конечно нет фейхуа просил обожаю друзья я хочу конечно тогда это на любителя на любителя попробуйте посмотрите покушайте из и оцените и скажите что надо вам это или не надо советовать никому не буду но я обожаю вообще друзья мои на студии бегут не могу прямо сейчас размешаются и буду чай пить всем всего друзья мои хорошего если у вас нет возможности съездить куда-то на юг и попробовать там где-то фрукты захотите магнитики там иногда бывают такие вещи которые и каштаны бывают которые можно пожарить то есть вы их не умеете жарить вы просто выбросите не поймете этого вкуса ладно друзья мои делайте варенье сверхуа варите просто крутить если небольшим объем если будете побольше делать то можете его сварить я говорю варить его нужно всего там пять минут закипела 5 минут покипела и все потому что не всяких дезинфицирующих своих свойств очень много и и вот там все вот ноют здесь понимаете вот идет он как как сказать не так ощущается в гусевах югированная соль да она прям йодом воняет и он тоже на любителя до 1 на сорт он дает там сюда а здесь йода много но он туда растила всяких микроэлементов много там и живой не могу прям вообще и железо на этом и всяких магниев кальциев там тоже только нету хочу друзья мои я уже хочу пить чай с этим вареньем ладно всем удачки всем пока пробуйте и оценивайте и решайте как-то быть или не быть да а у меня теперь столько много варенья это все моё хочу ем хочу не ем хочу на рожу на мажу то в гости придет приходите в гости но его друзья наступил так называемый кульминационный момент когда все готово чай питью вот что я могу сказать что все таки по прислушался к мнению более опытных как поваров там ли вареньеваров да так сказать и решил все таки маленько прокипятить свое вареница она у меня была такое жидкая но она потом загустила бы конечно если это но сказали что мне возникло сомнение что появилась пенка слеганца появилась пенка я проконсультировал сами сказали про кипятите и и голову себе не морочьте я так и сделал на слабеньком огне так подогрел постоянно помешивая сахар вообще растворился хорошо постам помешивал и потом как закипела слеганца начала гулькотить минут пять наверно побулькотила я все выключил я оставил остывать на этом на плите но тоже не то что постоянно помешивает там минут через пять ходил ложечкой помешивал вот и все вот когда она у меня остыла я прям кастрюли вот так и оставил остывать потом просто кастрюли так в холодильнике бросил не стал разливать по банкам потому что у меня банок нету я думаю что этот килограмм это и фейхуа этого варенья его съем очень быстро что друзья мои хочу сказать что по по варенью поэтому теперь она можно назвать его варенье потому что она варилась она загустела стал у него такой вид вот вид повидло вот такое то настало вот вот такая консистенция получилась вот цвет стал такой коричневастый по цвету как сказать вам ну варенье как варенье да вот этот коричневый цвет друзья мои вот ну то может быть конечно йод присутствие он скорее всего думаю присутствие там железа какого-нибудь и все и пуском яблоки режете тоже да они тоже начинают кричневить то что там железо там нет йода идет и яблоко да вот посмотрите с конь железа какой-нибудь есть ну как говорят такие много касать опытные варенье варильщики да что фейхуа это вот еще раз повторюсь да это кладезь всяких микроэлементов и всяких там полезных веществ для человека витаминов всяких мульти такой витаминный фрукт еще раз так говорю и на вкус скажу вам друзья мои я уже тоже говорил что никогда там это на нас там кто-то вот еще что-то всякую ересь придумывается я не знаю на вкус ароматный вот просто ароматный вкус просто обалденный друзья говорю что для меня существует два варенья который я обожаю я ем любое конечно время я там не какой-нибудь там выдумщик там же придумщик я в любое варенье но для меня есть два любимых это фейхуевое варенье и жимолость жим вас такое нежное такое темно-сине-фиолетовое варенье темно-синее получается нежное такое вкусное все то есть вишни конечно все но жим вас не нравится такая нежная и фейхуа вот ароматное вкусное и ароматнейшее варенье вот с фейхуа получается по консистенции внутри я скажу вам вот у него есть там такие семена да ну как вот инжир знаете да вот как вот в инжире такиси на тк есть маленько помельче они и не так сильно чувствуется какой как в инжире в инжире маленько по существенней а здесь маленько не такие помельче но друзья мои какой аромат вы даже не представляете в общем друзья мои что хочу сказать варенье получилось у меня обалденное спасибо краснодарцам не знаю где они выращивают фейхуа это скорее всего на кавказе все это произрастает в субтропиках но может быть привозят кого-то но скорее всего выращивают сами вкус обалденный если не знаете такого фрукта фейхуа купите и попробуйте просто если понравится то сварите все варенья но пока есть возможность пока еще фрукт но видать позднеспелый поздно поспевает и к нам пришел только вот в начале декабря в конце октября в конце ноября в начале декабря он к нам только пришел вот но если у меня было бы много банок куда можно было бы взять я бы себе скупил на во всех магнитах это фейхуа и наварил бы себе этого варенья нравится мне она очень так что друзья мои кто хочет какой-нибудь экзотического будем говорить варенье или просто экзотических фруктов типа фейхуа купите и попробуйте стоит недорого я уже говорил что примерно это 150 рублей русских рублей в магазине магнит только магнит потому что это южанские магазины магнит и вот наконец-то не к нам привезли я ждал этого чтобы у нас все это появилось но я вам скажу честно лет на 10 и вот у нас все это появилось бастурма появилась пейхуа появилась но еще нет инжира но инжир я думаю не появится а потому что инжир он так сказать плохо хранящийся продукт он если он не дай бог еще вообще спелый то он сразу мягкий становится все ему нужно варить и сразу все из него готовить то есть к нам он сибирь за три с половиной тысячи километров не доедет даже если он разделенный будут делать так называемую туристическую смоковницу да инжир ну ладно купим инжира в сочи когда поедем готового варенья ну или там наварим и привезем домой ладно друзья мои всем удачки всем всего самого хорошего мне приятненького аппетита если вы себе такой сделать вам тоже приятненького аппетита ладно всем пока с вами был николай булашенко любите себя друзья мои любите себя ты заходи если что